Добрый день, уважаемые трейдеры! Напомню, меня зовут Виталий Кухта. Сегодня у нас пятница, 13-е. Могу одно посоветовать сегодня, скажем, не торговать, но мы попытаемся разобраться, что есть интересного на рынке, чего нету, куда лучше налезть. Итак, давайте начнем, скажем, с обзора основных инструментов. Я все не буду просматривать, обещал в прошлый раз просмотреть. Почему? Потому что рынок, в принципе, отыграл все на этой неделе. У нас осталась сегодня, скажем, последняя неделя торговли, и самые сочные, интересные моменты уже отработались на рынке. Поэтому мы, скажем, сделаем такое, если будут какие-то торговые рекомендации, я скажу, где-то просто будут общее мнение. Мы сделаем обзор по валютным инструментам основным, золото просмотрим, нефть, биткоин вкратце и так далее. Также я посоветую некоторые моменты почитать на моем сайте. Будет, думаю, интересно. Итак, давайте начнем с евро-долларов. Напомню, мы в прошлую пятницу проводили обзор. Я советовал шортить евро-доллар. Был достаточно интересный уровень здесь. Сформировалась интересная модель в шорт. Прошлую пятницу она себя отработала. Мы падали там более 50, больше чуть, нежели полфигуры. Инструмент отработался. Идея там с коротким стопом. Я заходил, зафиксировался. Дальше я говорил, если рынок пробьет уровень в районе 1.11.15, то рассматривать лонги. Если мы будем находиться ниже, то шорты. Я планировал, что рынок уйдет немного ниже, но предупреждал, что нужно за сделкой следить. Интродейт-сделка отработалась. Дальше произошло закрытие позавчера выше уровня 1.11.15. Где-то в этой области. То есть это была среда закрытия выше. Четверг также подтвердили. И на открытии рынка этой ночью по голосованию в Британию рынок выстрелил наверх. Что сейчас? На данный момент торговых моментов я по евро-доллару не вижу. У нас есть интересные моменты. Есть уровень 1.11.75. Мы можем за ним следить, но это уже будет, скажем, с понедельника, со следующей недели, что здесь будет происходить. Пока мне евро смотрится дальше на рост. Если мы еще закрепимся выше данного уровня сегодня, проторгуемся, тогда возможно будет дальнейшее движение. Там уже нужно следить за формой в этой проторговке и так далее. Пока у нас локальный тренд идет наверх. Если рынок сегодня по каким-то обстоятельствам закроется ниже уровня хотя бы 1.11.00, желательно 1.11.10 ниже, где-то в этой области, то возможно рассматривать дальше шарты в район 1.10. Но пока в это слабо верится, поэтому мы за евро наблюдаем. Там есть ориентиры, скорее всего, что здесь будут дальше продавливать цену наверх. Поэтому на сегодня торговых рекомендаций по евро-доллару я не вижу. Дальше. По франку. Также мы на прошлой пятнице обсуждали данный инструмент. Я говорил, что у нас есть достаточно хороший уровень поддержки. Это 0.98.55. Выше этого уровня покупки. Я планировал, что рынок уйдет выше. Вот мы здесь торговались в районе 0.98.65. Говорил о покупках. Рынок интродэй отработал. Дальше цену задвели вниз. Я говорил, что если мы будем пробивать эту поддержку, цена дальше уйдет вниз. Мы на этой неделе пробили, закрепились ниже. Это получается во вторник. И, как видим, в среду цена ушла вниз. Скажем, не сильно, но имеем то, что имеем по рынку. Франк не сильно волатильный в эти дни был. В районе 40-50 пунктов он свое отпадал. На текущий момент, что мы имеем. Если франк сегодня, скажем, удержится ниже уровня 0.98.57, то здесь пересудится неплохая модель. Шорт, но это уже будет понедельник. Можно пробовать с текущих шортить. Но достаточно рискованно. Так как евро уже свое отрос. Франк ночью, скажем, падал, откупили. То есть, для меня это, скажем, такая сложная, скорее всего, вне рынка ситуация. Я бы подождал понедельника и уже рассматривал возможный шорт. Что будет, если мы закроемся выше этого уровня сегодня? Будет ли лонг? Я бы пока подождал. Почему? Потому что, как я сказал, евро-доллар не смотрится в лонг. И франк здесь даже то, что он закроется выше, это еще не дает гарантии в лонг. Нужно посмотреть, как он закроется. Если будет сильный выкуп, такой, наверное, да. Мы так проторгуемся с понедельника, то, возможно, будет движение наверх. Поэтому я бы подождал понедельника и рассматривал возможные шорты. Также мы рассматривали на прошлой пятнице торговля. Торговые рекомендации были по доллар-иена. Это инструмент лучше всех отработался. Евро и франк отработался локально. Потом рисовались обратные, скажем, торговые паттерны. Альтернативы, которые я говорил о иена. Пошла по своему сценарию, по тренду. Я обсуждал уровень 108.50. Говорил, выше этого уровня покупать. И рынок в прошлую пятницу, скажем, не сильно отрос. И только вчера начал прилично расти. И он, в принципе, достиг тех целей, которые мы с вами говорили. Это в район 109.60. Ну, вот эти предыдущие хаи. Достаточно отлично. Он пошел, скажем так, против основных инструментов. Так как по всем валютным парам, мажорным доллар на этой неделе, скажем, потерял свои позиции. Это по евро, по франку, по фунту, по канадскому доллару, по австралийскому, по новозеландскому. Да, вот основные пары, даже тот же мексиканский песо, терял позиции против доллара. А вот иена нет. Почему? Это инструмент хеджирования, так как мы знаем. Это золото и иена. То есть, это валюты тихой гавани. Плюс в иены тренд лонговый. То есть, у нас есть паритет, если тренд лонговый, если есть паттерны, модели, мы торгуем по тренду. Отличная отработка, что на данный момент наблюдаем за уровнем 109.60. Если мы сегодня закроемся выше, с понедельника возможен продолжение достаточно хорошего лонга вверх. Если ниже сегодня закроемся, то я бы здесь еще подождал каких-то ложных пробоев этого уровня 109.60. Я бы понаблюдал, был очень осторожным, так как контртренд и расслаблял дальше шахты. Это что касается иены. Дальше, что мы можем сказать. Параллельным инструментом у иени это золото. По золоту на текущий момент у нас существует такой момент, цену поджимают наверх. Если мы, скажем, есть очень рисковый момент, кто любит рисковать, есть два типа трейдеров, консервативный и агрессивный. Может с текущих золота, скажем, сегодня или в следующей неделе, показать достаточно сильный рост в таком формате. Стопы здесь понятные. Стопы, если с текущих покупать, это за минимум этой ночи. Или можно даже за минимум, скажем, недели. Скажем, понедельник. Это первый сценарий. Второй, скажем, мы будем ломать это поджатие и цена будет идти достаточно сильно и стремительно вниз. Так как у нас по золоту на текущий момент сохраняется такой, скажем, среднесрочный тренд. У нас сохраняется шартовый, то есть за последние три месяца. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Работать со стопами, работать с определенными рисками. Потому что, чтобы не было такого, вы вошли в сделку по торговой рекомендации, потеряли там 25% депозита. И потом, скажем, я как аналитик плохой. Это тоже нужно учитывать. То есть пока золото, возможно, даже неплохой, покажет рост. Дальше. НЗД Ауди я не буду смотреть, обсуждать. То есть здесь пока смотрится в лонг. Ну, скажем, идет тренд наверх. Достаточно интересный уровень по Ауди. Это 0.69.30. Я бы с понедельника за ним понаблюдал. Пока ничего большего. То есть это как падение. То есть аналогично. Новозеландский доллар. Аналогично здесь ничего обсудить. Придет тренд наверх. Каких-то посылок для шарта или для торговых рекомендаций я не вижу. Поэтому мы его пропустим. Канадский доллар. Аналогично у нас есть хороший уровень поддержки. Это 1.31.60. Нужно за ним наблюдать. Мы его пока тестируем. Я бы здесь, скажем, уже со следующего понедельника понаблюдал, что с этим уровнем будет происходить. Я бы не сильно рискал здесь покупать. Потому что достаточно идут сильные импульсы вниз. И здесь должно проторговаться как минимум несколько дней. То есть это для торговли. А может ли оно отбиться? Все возможно. Если закроемся ниже, то даже может хорошее быть падение в район 1.30.50. То есть пока по канадцу не трогаем его. Уровень для электрики есть у нас. Пока торговых моделей нет. Дальше фунт. Фунт. Я не знаю, скажем, как у вас на этой неделе была с торговлей. И многие, я читал аналитиков, скажем, трейдеров, даже моих учеников пытались ловить шорт фунта. В принципе, достаточно сильных пилюлей от меня получали ученики, которые пытались здесь ловить без хороших моделей. Я даже пытался вчера шортить фунта. На благо я вышел, зафиксировал плюс. То есть я сделал их и закрываю частями. И остальное выбило по безубытку. И мне достаточно сильно повезло. По безубытку выбило до открытия текущей дневки. Потому что там было, скажем, первые пять минут на рынке низкая ликвидность и стопы не срабатывали. Поэтому я, скажем, впервые в жизни с этим сталкиваюсь. Когда на такие моменты я попадал, скажем, это было два года назад, по аналогичному голосованию парламента Британии. Ну да, я там рассматривал шорт фунта. Вот даже я этот момент покажу вам. Это было... Это было... Вот. Это был 17-й год, да, ровно два года назад. Вот этот момент. Вот здесь я шортил, был инструмент. То есть я рассматривал здесь очень отличную модельку среднесрочную в шорт. И она отработалась. Да, то есть с открытия, я помню, вот этот момент. Я торговался одним брокером в данную позицию. И я помню, как открылся рынок вниз. Там был спред, очень большое расширение спреда. Где-то в районе 50 пунктов или 100. Скажем, я это все движение, конечно, не забрал. И где-то вот здесь, в этом районе, закрылся. Потому что, ну, такое развяжение спреда. Там он еле успокоился. И, скажем, мне вот здесь повезло. Да, если бы рынок с гэпом открылся наверх, как у нас по-текущему, то, конечно, был бы такой плохой момент. Поэтому это, в принципе, скажем, хорошая практика для меня. Потому что вот такие моменты, скажем, я не сталкивался. И, скажем, нужно понимать, что когда идут такие моменты, как выборы где-то или голосование на выходных, лучше сделки свои прикрыть или уменьшить сильно объем. Здесь был тренд лонговый. Вчера дневка здесь показывала, что, скорее всего, будет лонг. То есть, закрытие было выше уровня 1.31. То есть, это достаточно сильный уровень поддержки. И модель вообще здесь была лонговая. То есть, но были предпосылки для шарта. Они, в принципе, локально себя там я отработал. То есть, я где-то зафиксировал где-то время там 110-115 пунктов. Остальное по безубытку. И оно, как мы видим, вот этот шорт, он отработался ровно в эту область. То есть, там чуть-чуть не добил. Потом откупили и прострел наверх. То есть, пока по фунту никаких идей. То есть, здесь тренд лонг. Что здесь дальше будет? То есть, это уже нужно наблюдать с понедельника. Возможно, какая-то проторговка, и мы дальше наверх будем идти. Ну, еще нужно смотреть, как сегодня закроется дневка. Данная текущая. Так, давайте еще рассмотрим нефть. Вот как раз к нефти я бы хотел здесь, возможно, посоветовать вам торговую рекомендацию. Она достаточно рискованная. Есть там некоторые моменты, почему я скажу рискованная. Но, возможно, у меня есть достаточно интересный уровень для шорта. Это 59.38. С текущих возможно откровать шорт. Первые цели это 58. И дальше у нас есть вариант возможного падения в район 55. Это вторая цель. И третья цель это в район 50 плюс-минус. Почему я говорю рискованная? Скажем, есть там моменты на часовиках, которые мне не нравятся. Это первое. То есть вам рассказывать суть этих часовиков я не буду. Потому что это бесполезно. То есть это для, скажем, тех, кто понимает эту тему. Это первое. Второе, что мне не нравится, то что здесь я уже три раза, точнее, шортил три раза нефть. Она отрабатывалась локально. Я думаю, по статистике, если четвертый, пятый шорт, то у него по теории вероятности меньше и шансов отработки. То есть была аналогичная модель. Вот здесь мы шортили, то есть он отработался локально. Вот здесь мы шортили, отработался, ну, скажем, более 200 пунктов. Даже вот здесь мы шортили. То есть один, два, три. Три раза у нас такой свинг-шорт отработался. И поэтому, скажем, отношу я к той возможности, что они отработаются. Но достаточно интересная возможность. Почему? Здесь можно стоп ставить вот за этот уровень. Это 59.80, 59.90 можно стоп поставить. Это небольшой, конечно, в пунктах это где-то 40-50 пунктов. Но потенциальная прибыль достаточно может быть большая. Поэтому со всех инструментов, которые мы сегодня обсуждали, это неплохой вариант. Это шорт нефти. Это лонг золото. Тоже достаточно рискованно, еще более рискованно, нежели нефть. И все инструменты пока вне рынка. Там уже нужно с понедельника, вторника присматриваться. Альтернатива, которая у нас может по нифте быть. Мы сегодня пробиваем хаи. Вот эти, которые отметил 59.70. И идем там наверх. Сколько мы будем идти, скажем, не будем фантазировать, да. И если мы обратно снова спустимся где-то в эту зону, ниже 59.40, может быть дальше обратный хороший шок. Поэтому соблюдаем риск менеджмент. Кроме трейдинга, я могу посоветовать вам. Я скину ссылку под видео в комментариях. Или там модераторы делают, почитать достаточно интересные статьи. У себя на сайте я публиковал. Сайт kuchtocapital.com Момент интересной статьи, почему трейдер терпит поражение. Это статья, написанная одним известным трейдером в России. Александр Кургускин. Он сейчас проживает за рубежом. Это такие короткие статьи. Вы сделаете себе достаточно сильные выводы. Это вторая интересная статья. Это прогресс в трейдинге. Вещи, которые можно понять неправильно. Такая большая статья. И нет прогресса в трейдинге. Главная причина почему. То есть, достаточно интересная статья для раздумия. Про развитие трейдера. Почему трейдеры теряют. Почему большинство с вас теряет. Первая причина, скажем, достаточно интересная. Никто не работает над собой в формате развития. Развитие, да, все там торгуют, что-то там смотрят, каких-то аналитиков, получают профит, получают стопы. Это так не работает. То есть, нужно каждую сделку разбирать, почему вы получили стоп и так далее. То есть, я каждый раз, когда получаю профит, рассуждаю, почему, и когда получаю стоп, я также рассуждаю, разбираю, почему я получил стоп. То есть, у меня на этой неделе были и профиты, и стопы. Я стопы разбирал, почему не просто там получил. Второе, это психология в формате, что давит на нас. И еще такой фактор, не всем, скажем, такой момент, не всем подходит трейдинг. Это интеллектуальная игра, достаточно сложная. И вот это нужно понимать. Советую прочитать вот эти статьи, достаточно интересная статья под номером 2. Ну, я бы все три прочитал, которые я назвал. Я кину ссылки, почитайте. Также, те сделки, которые я делал, я разбирал в трейдерском клубе. У меня есть открытый и закрытый клуб. Также в телеграм-канале подписывайтесь, скину ссылки. Возможно, там будут идеи какие-то на следующей неделе. Поэтому советую прочитать на выходных, не полениться. Это, там также просили по биткоину сказать. В принципе, могу в двух словах данный инструмент обсудить. Глобально по биткоину что я ожидаю? Ожидаю лонг. Ну, это с разумными целями, да. Ну, имеется в виду с разумными рисками. То есть, я рассуждаю, что у нас здесь пошел хороший импульс. Сейчас идет коррекционные движения. И у нас биткоин должен сделать... Ну, я думаю, в этом году мы не сделаем. В следующем 14 тысяч, да. Как мы туда пойдем? Для тех, кто торгует без плеча или с минимальным плечом, для холдеров, да. Текущая цена возможная для покупки. И, возможно, какая-то еще просадка и потом наверх. Но, скажем, ниже где-то, ну, там, 4 тысяч мы не должны опускаться. Это первое. Второе. Для тех, кто торгует с плечом, я думаю, что это большинство торгует. С текущих, возможно, но очень рисковая покупка. С очень коротким стопом ниже 6500. Это, скажем так, не слишком короткий стоп. Но по отношению к прибыли он короткий. Потенциальной прибыли. А с более коротким нужно следить за уровнем 7200, да. Если мы его будем проносить, то биткоин будет чуть-чуть пониже уходить. И здесь уже нужно тоже наблюдать, что будет рисоваться, какой паттерн для торговли. В общем, я залог по биткоину. Конечно, я могу ошибаться в глобальной интерпретации импульса и коррекции, да. Но, скажем, такие мысли. На этом, думаю, закончим. Напомню, сегодня у нас пятница 13-й. Будьте осторожны с торговлей. Лучше, возможно, даже отдохнуть. Или рискнуть на те моменты, которые я посоветовал. С небольшим риском ниже, обычно, который вы принимаете НРМ. С вами был Виталий Кухта. Специальный разбор рынка, торговые рекомендации для компания Markets. Всем спасибо, до свидания, до следующего обзора. По видео, без видео я записывал, то есть без своего фейса, напомню. Потому что программка моя не записывает. Возможно, с основу года загружу новую программу и будем записывать с видео. Спасибо.